Здравствуйте. В этом видео я покажу изготовление гайки для этого цангового патрона. Решил сделать из латуни. Надо отрезать заготовку. От этого круга диаметром 50 мм и длиной 220 мм. На большом станке типа 1К62 это можно было сделать легко и быстро, а мне надо сделать на маленьком станке МН-80. У этого станка диаметр отверстия в шпинделе 18 мм, и поэтому круг диаметром 50 мм невозможно вставить в шпиндель. Поэтому обычно круг закрепляется в токарном патроне и отрезается заготовка нужной ширины. При этом отрезной резец прорезает круг на пол диаметра. В моем случае это 25 мм. А для такого маленького станка это многовато. В моем случае задача облегчается тем, что это заготовка для гайки. То есть в заготовке можно заранее сделать отверстие еще до отрезания. И тогда резать надо будет на меньшую глубину. Перед сверлением зацентровал. Рассверливаю. К сожалению, большего сверла короткого не нашлось. Всего только 14 мм. Не удалось больше рассверлить. Сейчас подправлю торец, потому что после отрезания здесь вот остался металл. Немного подровнял торец. Круг перевернул, поджал центром и теперь начну отрезать. И теперь мне надо будет прорезать не 25 мм, а 18 мм, потому что там отверстие. Ошел кушает. Круг кушает. Стык. Вернинг. Кушает. Довар. Стык. Довар. Тирк. 还. Утар. Довар. Заготовку отрезал, теперь из нее надо будет делать гайку для цангового патрона. Из этой латунной шайбы буду делать накидную гайку для вот этого цангового патрона. Сейчас буду растачивать отверстие диаметром 22 мм. Сейчас растачу отверстие под нарезание резьбы М33 на 1,5 мм. Отверстие расточил, канавку для выхода резца сделал, фаску снял. Сейчас буду нарезать резьбу М33 на 1,5 мм. Резьбу нарезал. Теперь надо гайку перевернуть и обработать с этой стороны. Теперь обработаю гайку с другой стороны. Гайка готова. Вот так она будет наворачиваться на цанговый патрон. У этой гайки еще надо будет сделать шестигранник вот под такой ключ, чтобы затягивать эту гайку. А у цангового патрона надо будет здесь сделать две лыски, чтобы удерживать цанговый патрон. Решил гайку в этом месте еще проточить, потому что у этого ключа, который будет накидываться на эту гайку, у шестигранника диаметр описанной окружности 45 мм, а у гайки в этом месте 49 мм. Чтобы меньше потом фрезеровать, я в этом месте убавлю диаметр. Обработку вел не в токарном патроне, а навернув эту гайку на его родной цанговый патрон. У этой гайки сейчас буду фрезеровать шестигранник под этот ключ. Деталь повернул на 60 градусов и сейчас буду фрезеровать вторую грань. Начинаю фрезеровать последнюю сторону у шестигранника. Примеряю ключ. Все, ключ одевается. Все хорошо. Осталось снять заусенчики. На гайке решил еще сделать накатку небольшую. Все, накатка готова. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует...